Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, и я приветствую в этой студии главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Виндиктова. Кирилл Рогов появится здесь буквально через 7 минут. Здравствуйте, Алексей Алексеевич. Добрый день, Татьяна. Паралимпийцы наши не выступят, отклонена их апелляция. Что это за политика такая, что отыгрались на них? Я пока не смотрел решение суда. Надо вспомнить, что суд, да, их отстранил не суд, а Международный паралимпийский комитет, они подали апелляцию в суд, и суд отказал им в апелляции. Вот так надо понимать. Это швейцарский суд, специальный спортивный арбитраж. Тут есть две вещи. Есть чисто юридическая, есть вещь эмоциональная. Эмоционально я всегда считал и считаю, что не может быть коллективной ответственности. Вот даже если кто-то из них чего-то там нарушил, именно этих людей надо отстранять. А не всю команду, потому что это не командный вид спорта. Олимпиада вообще не соревнование команд. Олимпиада – это соревнование спортсменов, так записано в харте, и то есть в законе. И поэтому решение касса, на мой взгляд, принципиально, да, она почему-то вводит позицию коллективной ответственности. Вообще в любых делах я против коллективной ответственности. И, конечно, те люди, которые там, вопреки тому, что они вот такие, им каждый день приходится сталкиваться с большими проблемами, чем нам с тобой, это решение, оно, наверное, законное, но несправедливое, скажем так. Оно законное, решение суда всегда законное, но несправедливое. Это первая история, но еще не вся история. А вторая история заключается в том, что суть претензий было в следующем. 35 проб, допинг-проф, были признаны с 2012 по 2015 год положительными, и они пропали. Здесь, в России. Они пропали здесь, в России. И, собственно говоря, когда в суде от наших чиновников говорили, где пробы, пробы где. Ну, давайте, чтобы ответить на вашу апелляцию, вы нам покажите, что именно вот эти 35 спортсменов, вот эти 35 проб, да, положительные, вот мы их отфиксируемся, нету. Ну, так может, не флагом махать, а юридическую защиту выстраивать, пробы найти потерявшиеся, например. И это вторая история. Это безобразное поведение наших чиновников, и, конечно, совершенно очевидно, что все министерство спорта во главе Святой Леонидовича Мутко должно написать, уважаемые россияне, уважаемый Владимир Владимирович, мы вас подвели, примите нашу отставку. Это первое, что надо сделать, и надо было сделать, потому что, когда мы настаиваем на том, что те люди, которые за это отвечают по-прежнему, руководят нашим спортом, ну, международные судьи видят это, что там, они ничего не забыли, ничего не научились, что называется. И они приняли такое, еще раз повторю, несправедливое, но, видимо, законное решение. А почему за олимпийцев вступился и сам Владимир Путин, и вообще сделали все для того, чтобы наши спортсмены выступали? Не все, значит, не все. Вот послушай, значит, не все. Значит, я не понимаю, какие юристы под руководством... Конечно, замечательно находится человек, частное лицо, господин Андрей Рябковский, если я не путаю его фамилию, который оплачивает юристов. Подождите, это кто? Секунду. А государство здесь где? Да? Почему некий Андрей Рябковский нанимает неких юристов, частное лицо и оплачивает их, и будет продолжать их оплачивать? Вот еще раз, ребята, обвиняют в том, что существует государственная допинговая система. Слушайте, государство, вы у нас есть или нет? Спасибо, конечно, Андрею Рябковскому, но я не уверен, что он нанимает юристов нужной квалификацией. Вот юристы, которые представляли Олимпийский комитет, не Паралимпийский, Олимпийский комитет, я просто знаю от Александра Жукова, но здесь были кинуты все ресурсы государства, я имею в виду юридические, на то, чтобы относиться к этому не как к политическому процессу, не как к процессу дискредитации России, русофобства или русофобства, как к юридическому процессу в швейцарском суде. И когда мы нанимаем юристов для юридических процессов в швейцарском суде, значит, там должны быть юридические аргументы. Этого не было сделано, насколько я знаю, Тань. Ну, то есть, видимо, паралимпийцы менее важны. Не знаю, я вижу, что частный человек, Андрей Рябковский, оплачивает юристов. Это что? Это как? Объясните мне, пожалуйста. Ну, тем не менее, мы уже видим комментарий, что все это политика, русофобства и прочее. На комментарии, понятно, все политика. У нас все политика, безусловно. Вы не видите здесь политики. Конечно, здесь есть политика, но политика здесь со стороны России. Это нужно было создать. Ведь судьи же, любые судьи в любой стране живут не в безвоздушном пространстве. Они читают газеты, они смотрят телевизор, они общаются с близкими. И вот создать такой негативный фон, да, это надо было уметь. Путин сказал, сотрудничаем со всеми международными олимпийскими организациями, сотрудничаем с международными судами. Что у нас происходит? У нас идет дискредитация еще до процесса. Олимпийская организация, международные, паралимпийская организации. Там обзывают этих людей разными словами. И судей, и суд. Слушайте, ребят, вы чего? Вы чего делаете? Ну, хорошо, вам не надо знать мнение швейцарского слова президента послушайте, а, своего, которым вы клянетесь там на Коране или на Библии или на Талмуде или на Конституции. Нет, ну, сказать-то он, конечно, сказал, но министр спорта он никуда не делал, и Дмитрий Медведев никуда не делал. Да, Дмитрий Медведев сейчас, кстати, на сайте, хочу обратить ваше внимание, только что, пять минут назад, Дмитрий Медведев в Фейсбуке написал по проблемам допингом. Мы тут же это разместили из его Фейсбука. Извините, Дмитрий Анатольевич забыли спросить разрешение. Но если мы нарушили ваше авторское право, вы знаете, Басманный суд, он всегда рядом с вами. Вот. Но, тем не менее, ваша позиция важна, и мы опубликовали очень жёсткое заявление. Не называя Родченко, вот те подонки, которые сначала своим спортсменам дают допинги, а потом, значит, бегут за океан. Ну, только что Следственный комитет заявил, что нет никаких сведений, что Родченко давал допинг. Нет никаких сведений, никаких претензий к Родченко у Следственного комитета. России нет. Ну, там, премьер сказал. Это не политика. Если Следственный комитет говорит, претензий нет, а премьер, не упоминая, правда, фамилию, говорит подонок. Это премьер-министр, тоже политика. Ещё раз, несправедливое решение, да? Но, извините, если мы идём в юридические европейские суды, мы должны готовиться юридически, а не политически. Алексей Венедиктов, в программе «Особое мнение». Ещё хочу вас спросить про Вячеслава Володина. Очень настырные, навязчивые слухи по поводу того, что он будет возглавлять Госдуму. Вы знаете, всё может быть, на самом деле. Он мне никогда про эти желания свои не говорил, но мне кажется, что здесь есть два обстоятельства. Одно из них – это уход Нарышкина, который был одним из наследников Путина и, возможно, преемников, если это всё не слухи, хотя Нарышкин назвал это уже домыслами, надо признать. Но уход в службу внешней разведки с поста четвёртого человека в стране – это серьёзная история. Уход Володина на эту позицию – менее серьёзная история, кроме того, что он тогда станет постоянным членом Совета Безопасности. А вот кто придёт на место Володина – это же место такое. Сурков, Володин – люди немаленькие, люди с своими амбициями. И вот кто из нынешних вокруг Путина будет поставлен на это место, если Володин уйдёт? Я тут поспорил, кстати, с Леонидом Волковым, известным по микрофонному делу нашему, ставки у нас 10 к 1, что Володин останется. Я говорю, что останется, он говорит, что Володин уйдёт. Соответственно, если Володин уходит, я теряю 10 бутылок виски. А если Володин остаётся, я получаю одну. Не ставки у вас. Не-не, да, ну что делать? Ну, на самом деле, это не уход Володина, это уход Нарышкина, уход Сергея Иванова, уход Якунина, уход Нарышкина, уход Виктора Иванова. Вот этот набор, ещё раз, Нарышкин гипотетически, вот этот набор показывает, что Путин в свою новую каденцию, значит, 16-17 и после 18-го года, готовит более молодую команду. Надо вспомнить, что Володин моложе, Нарышкин так, между прочим, блядь, это этак на 15. Поэтому, на самом деле, я думаю, если это случится, я не очень в это верю пока, и я скажу почему. Нарышкин идёт не только по списку, но и по округу. В случае, если его назначают, то округа сварна на новые выборы. Если они готовили заранее, они не должны были этого делать. Он шёл бы по списку, как Володин. Но в любом случае, мы видим, что тренд меняется, Тань. Мне больше важнее назначение Васильевой, которое показывает, что тренд негативный, мракобесный. И эти перемены тренд не изменят. Сейчас делаем перерыв несколько минут, после чего... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok